здравствуйте дорогие друзья в этот праздничный вечер я поздравляю вас всех с новым годом желаю вам здоровья самое главное работы побольше и денег в достатке при написании третьей книги у меня возникло ряд вопросов которые нужно обязательно дополнять фильмами с пояснениями поэтому прежде чем отдать книгу в печать мы с вами рассмотрим вопрос вот как вы видите кусочек шкурки отрезано достаточно аккуратно и в то же время ровно на всю длину мы будем рассматривать сегодня приспособление для порезки шкурок если как таковую кожу сыромятную без меха можно еще разрезать всевозможными приспособлениями которые имеются в промышленности то нашу меховую шкурку кролика лисы не имеет значения любого пушистика порезать на ровные полоски можно я уже рассказывал и показывал неоднократно вот у меня имеется такой хороший немецкий скальпель с тонными лезвиями достаточно острый можно строительным ножом можно вот обыкновенным скальпелем но это мы отрежем одну полоску а как же нам сделать их допустим там 8 5 6 7 и я вспомнил и как раз хорошо и это написал в книге я очень давно делал для себя такое приспособление это не я придумал не моё ноу-хау просто есть определенные те доработки которые как как всегда я рационализирую и применяют все очень просто нам понадобится обыкновенная вот как вы видите здесь лезвие любое главное чтобы она была достаточно острая не бушная и обратите внимание вот на всю эту конструкцию собирается на два винта болта винта что найдете и как вы видите вот такая вот ровненько у меня вышла наборочка можно здесь пять можно делать и семь и восемь и до десяти просто единственное я написал книги и озвучу сейчас очень неудобно потом работать в дальнейшем когда у вас достаточно широкая будет и наш контролировать сам нажим будет очень очень тяжело поэтому некачественное будет разрезание нашей шкурки предупреждаю не зря она называется бритва опасная поэтому желательно работать очень аккуратно как вы видите ширина полосок у меня здесь регулируется гайкой обыкновенной вот гайкой которую вы подберете она значительно больше по диаметру поэтому выступает в роли шайбы потом можно шайбами можно втулочками как вам будет удобно главное чтобы все все вот это расстояние было у вас ровненько теперь как я допустим использовал его в начале а потом переделал переделанного я не смогу не смог найти а вот старая конструкция она как всегда есть здесь рукой браться не удобно после того когда мы стянем вам нажимать необходимо пальцем кистью как удобно держать то есть мы руки будем резать регулярно что нужно в книге я выложил рисуночек с пояснениями там приспособление сделано для изготовления люрекса но вы можете точно также выставить любую ширину и резать шкурку здесь вопрос стоит в том что можно пластинами можно как угодно сделать ограничение я нашел обыкновенный вот такой радиатор от радиоаппаратуры он очень подходит мне как вы видите одевается но есть одно но для того чтобы более было правильно завершена конструкция вот в этих местах надо круглым надфилем сделать вот такие вот полуовал и с одной и с другой стороны опустить вниз и потом только лишь это все поджать наш радиатор поджать сверху это первый вариант если вы не хотите ни с чем заморачиваться после этого очень удобно качественно все работает это проверено но я изготавливал для себя там уже неп хоть не нужно будет никаких защит мы просто переламываем пополам наше лезвие и потом жестко вот так собираем и вот эти поломанные половиночки у нас находится сверху нам можно положить кусочек пенки чего угодно скотча изоленты или вообще ничего не надо и можно спокойненько работать предупреждаю будьте добры очень очень аккуратно потому что сами понимаете лезвие достаточно острая и травмоопасно само по себе что здесь важно в этой конструкции которую вот допустим применил я используется лезвие также вы можете спокойно использовать вот у меня имеется сейчас я вытащу всевозможные вот такие наборы для замены ножей но здесь есть одно но сам нож по себе практически просверлить в домашних условиях очень сложно это достаточно закаленный улеродистый материал да и нет смысла что можно сделать вот берете вы один нож точно также поставили сюда прокладочку здесь аккуратно проходит винт с гайкой и мы делаем наборку с 2 3 4 5 ножей сколько нам нужно после этого можно просто скотчем смотать как ручкой вот эту всю конструкцию и вот комплекта из 5 7 ножей нам будет вполне достаточно самое главное вот между ножами необходимо устанавливать как я уже вот покажу вам вот так ограничительную нашу высоту но учтите как только вы будете работать видите вот они здесь кончики гнутся то есть до кончиков стараться не касаться а давить вот в этой точке там где у нас скрепление ну или сделайте по длине как вам будет удобно на кончик то есть сама конструкция достаточно понятно если у вас нет ножей но есть два вернее 35 одинаковых строительных ножей можно спокойно взять их соединить сразу изолентой потому что толщина ручки позволяет нам уже быть как своего рода планочка которая ту ширину нам позволяет и вырезать и все после этого можно спокойно работать принципе то все вам понятно остальное все если есть вопросы мне на почту почту я всегда указываю что касается книги повторю сейчас я честно скажу очень загружен именно рассылкой но больше тридцати посылок тридцати семи у меня не получается за рабочий день на почте отправить и после нового года мне пообещали выделят отдельно девушку с компьютером и я уже буду тогда более свободно вам отправлять поэтому все кто мне заранее перечислил деньги все получат начиная от 7 по 15 число вам будут отправлено не переживайте но желательно будьте добры напоминайте мне еще раз свои адреса а так так как вот у меня мой друг с мурманской области лёха мехедов был индекс 1 час другой хорошо что он мне это все напомнил благодарю вас друзья за внимание до скорых встреч удачного вам праздничного вечера